Здравствуйте, с вами Владислав Ласов, в эфире Енисей новости, главная тема выпуска. На подвозе. Жители Обалакова в разгар ремонта остались без талонов на воду. С отчётом в Инстаграм. Сергей Ерёвин поручил усилить контроль за ремонтом скверов. Необычный забег. Десятки человек покоряли горы в темноте, вооружившись фонариком. В Красноярске усилится ветер. Об этом предупреждают спасатели. Шквалистые порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ненастно будет не только в центре, но и на юге края. Кроме того, почти повсеместно похолодает. В воскресенье в краевом центре плюс 9, в понедельник всего плюс 6, ночью и вовсе чуть выше нуля. Дождь, обещанный во вторник, может переходить в мокрый снег. Он будет быстро таять, говорят синоптики, но водителям следует быть осторожнее. Жители Абалакова в Енисейском районе остались без центрального водоснабжения. Воду в поселке отключили еще в понедельник из-за планового ремонта на местном трубопроводе. Подвозят ее и выдают по талонам, но, как уверяют сельщане, получить их они не могут. Подробности в репортаже с места события. Вот, посмотрите, вода не бежит. У нас уже четвертый день. То есть, как бы, постирать мы не можем. У нас четверо детей. Я детей увезла к маме, то есть воды нет. Вот все, что мы набрали, успели. Вот то, что осталось. Запасенной воды у Натальи Цыгановой осталось совсем немного. Многодетная мать старается расходовать ее как можно бережнее. Чай в семье кипятят на 2-3 кружки, посуду моют в маленьких плошках. И такая засуха не только у нее. Почти неделю из-за ремонта трубопровода поселок Абалакова остается без центрального водоснабжения. Воду жителям привозят и разливают в бочки по талонам. Вот только получите, говорят люди, целая проблема. Три дня назад я узнавала у администрации про талоны. Говорю, дайте, говорю, талоны приобрести, чтобы мне можно было спокойно заливать воду в бочку. Талонов в администрации нет, то есть глава администрации сказал. Что делать в этой случае, говорит, я не знаю. В администрации пояснили ремонт в поселке Планово. О том, что краны пересохнут, людей предупреждали заранее. Перебои с талонами тоже были, но этот вопрос, по словам властей, уже решен. Организован подвоз. Почему жители сами не выставляют бочки? Ну, это... Они привыкли, наверное, что открыл кран и вода побежала. Я пользуюсь всегда подвозной водой. У меня дома нет, так что я проблем с этим не знаю. Талоны вот сегодня завезли. Какие проблемы могут быть? Однако сами жители твердят об обратном. Ни вечером в пятницу, ни утром в субботу талоны, говорят, так и не получили. Накануне, уверяют сельчане, буквально выпросили у водовоза наполнить хотя бы одну бочку в долг. Включить воду в Абалаково обещали 30 сентября. К этому времени подрядчик должен закончить ремонт. Но пока рабочие к прокладке новых труб даже и не приступали. Сначала нужно осушить все колодцы. Там сотни кубов у этой. Вот пока она не сбежит, будем качать. Сколько времени на это потребуется, сказать сложно. До конца месяца ремонтники должны заменить 300 метров труб. Ну а люди просто мечтают, чтобы воду в поселок вернули как можно быстрее. Екатерина Павленко, Андрей Давыдов, Динар Салимов. Енисей новости. В Канске на одной из улиц полностью сгорела фура с прицепом. По версии прибывших на место пожарных причиной возгорания стало короткое замыкание. Водителя внутри не было, так что обошлось без пострадавших. А вот двигался ли грузовик или стоял на месте перед тем, как вспыхнуть, неизвестно. Площадь возгорания составила 21 квадратный метр. Судьба груза тоже не ясна. Даже непонятно, был ли он. Возможно, водитель, когда его отыщут, сможет пролить свет на детали произошедшего. Красноярская школьница получила ранение из пневматического оружия. Как рассказали в полиции, все произошло во время урока ОБЖ. Девочка шла мимо площадки, где проводили военно-спортивную игру. По предварительной версии, один из учащихся случайно выстрелил мимо мишени. Пуля задела ухо пострадавшей. Ее везли в больницу, однако вскоре отпустили. Серьезной травмы она не получила. Сейчас полиция и следственный комитет выясняют, как в школе соблюдаются меры безопасности на занятиях по стрельбе. Ребенок чувствует себя хорошо. Это небольшая травма. На данный момент она посещает занятия. Благоустройство скверов под личный контроль. Глава Красноярска Сергей Еремин поручил главам районов тщательнее следить за тем, как обновляют общественное пространство и дважды в неделю рассказывать о ходе работ в социальных сетях. До конца октября в столице края обновят 14 объектов. Все площадки приводят в порядок по программе «Комфортная среда». Почти везде уже появился новый асфальт. Осталось поставить детские городки, скамейки, сделать клумбы и смонтировать новые фонари. Важно ложиться в срок и при этом не потерять в качестве, отметил Сергей Еремин. В своих инстаграмах публикуете, что происходит на текущий момент с общественными пространствами. Новую технику получил краевой лесопожарный центр. Предназначена она для ликвидации возгораний и восстановления зеленых насаждений. Прежде всего, это пожарно-химическая станция на базе автомобиля «ГАЗ». С ее помощью можно забирать и перевозить воду, а также создавать специальную пену для тушения. При этом все процессы управляются с помощью электронных устройств. Новый двигатель, более улучшенная кабина. Ну и емкость, да, было 1 кубический метр, сейчас 1,6. Техника в Красноярский край поступила в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экология». Всего было закуплено 40 единиц. Это патрульные комплексы, автоцистерны, тракторы и тралы. Все они уже распределены по подразделениям лесопожарного центра в 17 районах края. Проект рассчитан на три года. За это время планируют обновить 90% всей техники, которая используется для тушения тайги. Только в этом году на эти цели потратили около 140 миллионов рублей. Этот проект рассчитан у нас до 2024 года. Финансирование у нас будет продолжаться в течение трех лет. Поэтому планомерно мы будем двигаться по, скажем так, наращиванию нашей материальной технической базы в качестве транспорта и, скажем так, инвентаря, который будем использовать. Удачный старт. Баскетбольный «Энисей» начал новый сезон с сенсационной победы. Красноярцам на домашнем паркете впервые удалось обыграть самый титулованный клуб страны – московский ЦСКА. Встреча закончилась отсчетом 80-71. На протяжении всего матча «Энисей» был впереди армейцев на несколько очков, почти ни разу не упустив преимущества. Самыми результативными игроками в составе красноярского клуба стали американский легионер Девиан Берри и хорват Тамислав Зубчич, выступающий на позиции тяжелый форвард. Следующий матч красноярцы проведут снова на своей территории с подмосковными химками. Игра состоится 6 октября. Рев моторов, кожаные костюмы, брутальные мужчины и отчаянные девушки. Сотни байкеров собрались в столице края, чтобы завершить сезон. Евгения Шелковникова тоже не упустила возможности прокатиться и спросила у самых матерых мотоциклистов, почему это лето было особенным. Подробности в ее сюжете. Приятнее этого звука для байкера нет. Под рев двигателей матерые мотоциклисты прощаются с большой дорогой до следующего лета. И пусть для них это совсем не праздник, настроение отличное. Есть что вспомнить и о чем рассказать. Съездили в Ергаке, прокатились до Тувы по красивым местам. Очень много впечатлений. Хороший воздух, свежая погода, природа. Мотоциклы были у меня любовью до армии. У меня была Ява 350-я была, Иш-планета была хорошая такая. Когда был в армии, все украли. Потом было не до этого, а тут решил заняться. Далеко не ездил. Ездил в основном по городу и рядышком по окрестностям. Ну, пока просто привыкаю. Красноярские байкеры очень многочисленная и развитая субкультура. На территории края есть дюжины крупных мотоклубов. Ночные волки, железные ангелы, кентавры. О принадлежности к той или иной группе можно узнать по нашивкам на косухе. Не обязательно, чтобы это была кожа. Это может быть и джинса, и все что угодно. А на юге, ребята, никто тяжелую кожу практически не носит. Чем северные байкеры, наверное, тем они брутальнее, потому что у нас сезон уж очень короткий. Несмотря на скверную погоду, прощание получилось жарким и душевным. Сотни мотоциклистов провели под дождем несколько часов, чтобы принять участие в традиционном заезде. Ну и, конечно, я не могу не воспользоваться такой прекрасной возможностью и тоже прокачусь в завершении сезона вместе с байкерами. Ой, Гена, только сильно не гони, я очень боюсь. Колонна, как всегда, эффектна, с флагами, громкими сигналами пронеслась по левому берегу Красноярска. В следующий раз этих красавцев в таком количестве красноярцы увидят только в мае. Евгения Шелковникова, Денис Тимошенко и Максим Галат. Енисей, новости. Несмотря на дождь и холод, сотни красноярцев пришли в заповедник столбы, чтобы попробовать себя в Рогейне. Это своеобразный аналог ориентирования. Участникам выдают карты с контрольными точками. В каком порядке их проходить, спортсмены решают сами. С какими сложностями пришлось столкнуться, об этом в сюжете. На часах 9.40 до старта еще больше получаса, а у центрального входа столбов уже яблоку негде упасть. Вся эта толпа – участники соревнования по Рогейну. У меня сегодня день рождения. Я решила, что день начинаться должен правильно, спортивного какого-то праздника, так сказать. Долгожданный старт и почти тысяча человек пока еще дружно устремились в гору. Четыре часа им предстоит бродить по заповеднику в попытке получить 24 отметки. Не все сразу понимают, куда идти и что делать. Для начала они делают вид, что они понимают. Кто-то у кого-то спрашивает, например, те самые любители, они спрашивают у профессионалов. То есть, а как, а что, где, чего. Люди общаются друг с другом, приходятся с тормозами, общаются с природой прежде всего. Некоторые свое общение с природой начали недалеко от старта. Пытались пройти напрямик через кусты и ручьи. У каждого участника есть вот такая карта. Здесь отмечены контрольные точки. За их посещение начисляется определенное количество баллов. Чтобы получить все отметки, нужно протопать примерно 20 километров. Нет, вот отсюда мы еще не ушли. Мы вот только найдем сюда. Ну ладно, мы потом пойдем. Спасибо. Кто думает, что Рогейн любительский вид спорта, значит и особо напрягаться тут не нужно, очень ошибается. В борьбе за призовые очки приходится залезать в самые дебри. Наконец-то добрались до самой первой точки. Вот она под номером 84, но при этом она одна из самых сложных. Вот оранжевым отмечена. Сложнее только под номером 100. Тут подниматься в гору где-то 200 метров под углом 45 градусов. На середине, думаю, уже все, не смогу. Так что сейчас сделаю вот эту отметочку о своем достижении. И, пожалуй, на этом для меня сегодня Рогейн закончится. После таких испытаний участников ждала награда. Памятные медали с изображением скалы «Манская баба». Можно сказать, что частичку заповедника они унесли с собой. Сергей Сеславин, Андрей Крупнов. Енисей. Новости. Бежать в гору в темноте с одним лишь налобным фонариком. Такой необычный способ провести вечер выбрали для себя несколько десятков красноярцев. Участники поднимались по горнолыжному склону, освещая себе дорогу лишь дрожащим лучом. Этот забег – один из этапов трехдневного фестиваля спорта под названием «Енисейская Сибирь». Участникам нужно было преодолеть почти два с половиной километра вот в таких непростых условиях. Испытания, честно сказать, не для каждого. Но надо признать, что со стороны этот ночной забег смотрелся очень эффектно. В темноте тоже совсем другие ощущения, если ты не привыкший. И думаю, для атмосферы вот эта вот вся толпа, знаете, как на концертах-то зажигалочки, вот так поджигают, машут ими. Вот такая же тема, только с фонариками, и мы бежим. Это все сообщения выпуска. С вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи на телеканале «Енисей». 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 Продолжение следует...